Каждый, кто зарегистрирован в социальных сетях, видел сообщения о пропавших людях. Их распространением занимается поисковый отряд «Лиза Алерт». К всероссийскому движению добровольцев примкнул и наш город. Благодаря Балаковским активистам региональные кураторы проекта приехали к нам и провели первую лекцию о важности участия волонтеров в поисках пропавших людей. В том году так случилось, что мы искали бабушку. Я обратилась за помощью к ребятам из проекта «Ночной дозор». Они откликнулись, в частности, Антон. То есть ребята собрались, и мы начали поиски. И там же мы познакомились с саратовским представительством «Лиза Алерт», которые нам тоже оказали поддержку информационно, подсказали, как себя вести, что делать. В этом году мы поехали на поиски мальчика в Балашовский район. И непосредственно столкнулись с проблемами самого отряда, то есть нехватки людей. В частности, как всегда мы думаем, да, то есть, ну, приехало 100 человек. Значит, они помогут, я могу сидеть дома, мне это не надо. Поэтому мы решили, что постараемся, чтобы в городе Балаково тоже появился такой отряд. И если набирается машина, то мы едем. Помимо машин нам же нужны старшие группы, потому что, ну, группой должен руководить человек, который непосредственно работает с рациями, с навигатором, с компасом. Вот, поэтому мы будем готовить старшие группы. Добровольческий отряд «Лиза Алерт» возник около семи лет назад, и за это время превратился в мощное движение, которое помогает сотрудникам полиции и МЧС искать пропавших. И если первые отряды были ориентированы на поиски детей, то со временем круг расширился. Теперь в поле зрения волонтеров попадают все, кто не вернулся домой. Одно из обязательных условий – должно быть подано заявление в полицию о пропаже человека, потому что порой в социальных сетях мелькают сообщения о поиске, но под личиной заботливого супруга скрываются, к примеру, коллекторы. Исключение делается только для детей, на их поиски отправляются сразу. В каждом регионе есть свои отряды добровольцев, но зачастую на помощь коллегам приезжают и волонтеры из соседних областей. Смотря какой поиск, если, например, попадет здесь человек, условно у вас где-то тут в лесу, то наверняка приедет Сызрань, потому что тут рядом. Приедем мы однозначно, потому что мы на природный поиск здесь в любом случае должны отреагировать. Возможно, приедет Пенза. Соседние регионы очень часто на лесные поиски приезжают друг к другу, особенно если расстояние позволяют. Чтобы стать волонтером, необходимо лишь желание помочь. В саратовском отделении отряда сейчас актив около 20 человек. Конечно, хотелось бы больше, говорят активисты, но и эти добровольцы делают большое дело. Ведь группа из пяти человек может просмотреть местность площадью 500 на 500 метров примерно за пять часов. К тому же в отрядах имеются картографы, которые на основе информации о человеке могут составить примерный маршрут его следования. Другие, сидя за компьютером, начинают выяснять круг общения пропавшего и узнают через друзей и знакомых как можно больше о нём. Всё это помогает ускорить поиски человека. И поэтому к помощи добровольцев часто прибегают полиция и МЧС. Ведь чем больше людей отправится на поиски, тем быстрее будет виден результат. Чтобы стать волонтером, по большому счёту, нужно желание. То есть вы хотите помогать, вы хотите сделать что-то полезное, у вас есть время свободное, тогда вам к нам. Дальше нужно приехать на поиск, нужно видеть информацию, что человек пропал, соответственно, показать, что я готов, я приезжаю. То есть есть информация о том, где собираются экипажи, что формируется и так далее. Чтобы начать участвовать в поисках, этого по большому счёту достаточно. Обычно как, обычно 10 человек приходят на поиск, на какой-то конкретный поиск, где в основном приходят, какой-то конкретный человек цепляет. Кто-то остаётся, уже нет. Из 10, как правило, один может быть остаётся, может быть два остаётся. Волонтёрские отряды существуют только на собственные средства. Помощь принимается лишь в виде необходимого инвентаря, фонари, рации, навигаторы. Также можно предложить помощь в виде распечатки листовок. Ни о каких наличных речи не идёт. Но сами добровольцы признаются, им ничего и не нужно. Главное, чтобы пропавшие люди находились живыми и здоровыми. На первое собрание волонтёров в Балакове пришли около 30 человек. Но примкнуть к отряду «Лиза Алерт» можно в любое время. Главное – желание помогать и найти время на добрые дела. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова